Застройщикам станет легче привлекать деньги дольщиков. Поправки инициировали депутаты Мажелиса. Так, требования к опыту застройщика снизят с пяти до трех лет. А для получения гарантии единого оператора и участия в проекте банка вторых уровней – с трех до двух лет. Урежут перечень документов, а деньги дольщиков теперь можно будет использовать сразу после получения разрешения местных исполнительных органов. Правда, некоторые пункты экспертов смутили. Например, запрет на возведение малоэтажек. Кроме того, предлагается запретить рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков и заключение договоров предварительного бронирования. Эксперт Лев Тетин считает, эти меры помогут ввести новых игроков на рынок, но проблем не решат. Есть закон, он рабочий. На сегодня закон о долевом участии, он рабочий. Почему строятся объекты без исходной разрешительной документации? Почему предлагают заключать договор соинвестирования, договор бронирования, договор резервирования, договор предварительной купли-продажи? Это все в нарушении закона. Вот надо разбираться, почему есть эта серая зона, почему на сегодня внимание 78% всех жилых комплексов страны находится в серой зоне. Почему не исполняется закон на местах? Вот сюда бы я направил фокус внимания. 45 жилых комплексов в 9 регионах страны, возводимые на деньги дольщиков, проблемные. Больше всего таких в Астане, Акмолинской и Атраусской областях. В основном средства дольщиков привлекали незаконно. А чтобы не лишиться своих вложений, эксперты советуют убедиться в наличии гарантийных обязательств, либо официального разрешения Акимата на привлечение денежных средств дольщиков.